Всем привет! На связи Федор Васильев. Мы продолжаем с вами изучать движок KMS WordPress. Урок номер 23. Мы продолжаем с вами разбирать плагин UAS.seo. Давайте перейдем в него. Следующий у нас на очереди идет инструменты. Вообще тема урока у нас настройка файла robots.txt. Что это такое, почему важен этот файл, подробнее в этом уроке. Но в данной вкладке инструменты у нас есть и другие опции. Давайте их тоже рассмотрим. Первая ссылка групповой редактор. Ну здесь из описания написано. Этот инструмент позволит вам быстро изменить заголовки и описание ваших записей. То есть что это такое? Давайте перейдем по ссылке. Здесь будут отображаться все ваши записи, страницы. Обратите внимание, даже в корзине, которая находится, тоже будут отображаться. С корзину тоже, если вы какие-то страницы записи удаляете, корзину тоже не забывайте чистить. И вот здесь вот есть как раз-таки напротив каждой страницы, вот тип записи страницы, вот здесь вот идет поле. Новый заголовок, именно title. И вот здесь вот легко можно быстро прописать тайтлы. В быстром варианте, да. И также здесь есть вкладка описание. Если мы по ней перейдем, то здесь у нас к этим же страницам можно прописать вот в эти поля описание, description. С этой вкладкой все. Переходим обратно в инструменты. Импорт-экспорт. Не буду заходить. Здесь уже все понятно. Импортировать настройки из других SEO-плагинов. И экспортировать настройки для повторного использования на другом блоге. То есть вот то, что все вы тут SEO-настраиваете, можно импортировать на другом сайте в этот плагин, чтобы не настраивать его заново, да. И вот тема урока «Редактор файлов». Очень важная вкладка. Давайте сюда перейдем. Кликаю «Редактор файлов». И здесь есть два очень важных файла. File.htexes. То есть эти файлы, по идее, должны лежать в корне вашего сайта. То есть робот.txt даже не создан. Я не знаю, почему при создании сайта на WordPress автоматически не создается файл робот.txt. Я не знаю, почему это сделано. Скажем, если на движке Joomla он там создается автоматически. И это очень хорошо, потому что без этого плагина, если вы не разбираетесь, вы бы даже и не знали, что у вас этот файл отсутствует. Зачем он нужен, сейчас я расскажу. Во-первых, файл.htexes. Если вы не разбираетесь, сюда лучше даже не лазите. Вряд ли сюда мы будем вообще обращаться. В редких случаях, возможно, настройка какого-то редиректа или еще что-то. Обычно можно правило вносить через файл.htexes. Теперь, что касается robots. Вот он не создан. Он должен лежать в корне вашего сайта. Его можно создать вручную, залезть в корни сайта и обычный текстовый документ назвать только его надо robots. Вот как он здесь выглядит. Или за счет плагина iOS.seo мы прямо здесь можем нажать на кнопку «Создать файл robots» и он автоматически появится в корневом каталоге вашего блога WordPress. Давайте нажмем на кнопку «Создать файл robots». Мы с вами его создаем и у нас с вами здесь есть как бы неполная структура файла robots. Смотрите, если вы совсем новичок, то я вам предлагаю сейчас свой файл robots разместить и оставить вот таким. Он в принципе нормальный. Да, возможно, он не идеален. Если вы захотите углубиться в директорию, в директиву robots.txt, вы можете в интернете найти много информации и более тонко настроить данный файл robots. Я же настрою его обычным способом, как настроено это у меня. Во-первых, разберем вот эти вот параметры. User Agent, именно как это здесь пишется, да, это обращение ко всем поисковым ботам. И дальше идет информация, что индексировать, а что не индексировать. То есть, desal – это скрыть от индексации данную папку. Ну, потому что в данной папке в AppAdmin как бы ничего нет, да, то, что нужно индексировать. А allow – это наоборот говорит о том, что переходить и индексировать. У меня файл robots.txt выглядит вот так. Вы сможете скачать пример этот в описании под этим видео. То есть, вот эта колонка – это для всех поисковых машин. То есть, вот это все desal – закрыть все эти папки, не переходить, не индексировать, да. И конкретно для Яндекса, то есть, отдельно для Яндекса, это вот так вот. User Agent Яндекс и для Яндекса все закрыть. И в конце обязательно нужно указать главное зеркало нашего сайта. Но сейчас мы указать не сможем, так как мы находимся на алкальном хостинге. У нас пока временный домен. Мы пока закинем как есть, а потом, когда сайт перенесем на хостинг, вернемся в файл robots и пропишем вот эти вот данные. Хост, то есть, главное зеркало вашего сайта, пишется «домен без http», двоеточие без двух слэшев, вот как у меня. Пример здесь есть. Здесь просто замените домен на свой. И обязательно сайтмап. Карта сайта тоже полный путь к карте сайта. Вот этот текст удаляем и пишем нашу карту. Итак, я это все дело копирую. Вот это все дело я удаляю и проставляю вот так. Карту сайта можно, конечно, поставить, но опять же, домен-то у нас сейчас временный. Просто я покажу хотя бы, как это выглядит. Потом обязательно нужно будет эту карту заменить здесь, когда у нас уже будет постоянный домен. Пока мы нажимаем «Сохраните изменения» в файл robots. Робот обновлен. Переходим с вами к XML-карту сайта. Переходим по ссылке к XML-сайтмап. Копируем вот эту ссылочку, да, полный путь. Закрываем XML-карту, да, возвращаемся. Инструменты. Редактор файлов. По идее, это должно выглядеть примерно вот так. Смотрите. Только помните, видно, что у меня сейчас тестовый домен на локальном хостинге, да. Здесь его нужно будет заменить. Ну, я вам просто показываю, как это примерно должно выглядеть. То есть, это вот для Яндекса. Вот примерно так должен выглядеть файл robots. По крайней мере, это лучше, чем его вообще у вас не было бы. Вот. Но опять же, я говорю, возможно, этот файл robots, он не идеален у меня. И можно более тонко его или более правильно настроить для себя. Опять же, можете в интернете нарыть информацию об этом. Сохранить изменения. Не забываем нажать. И у нас с вами остается вкладка здесь «Консоль поиска». Давайте перейдем. Во-первых, нам нужно добавить сайт в панель Google Webmaster. «Получить код авторизации от Google и прописать его здесь». И нажать «Аутентификация». Что это дает? Как только мы это сделаем, здесь будут прямо на этой странице появляться проблемы. Например, какие-то ошибки страниц. 403, 404, если такие будут возникать у вас ошибки. То есть, те ошибки, которые найдет Google, они будут отображаться здесь. И над каждой ссылкой с ошибкой страницы будет появляться возможность редиректа. То есть, перенаправление на другую страницу. Потому что, по идее, нам не нужно допустить, чтобы у нас были страницы с ошибками. Потому что это плохо влияет на SEO. Но это уже будет возможность из платного премиум варианта плагина USSEO. То есть, именно редирект через плагин USSEO вы не сможете сделать за счет бесплатного плагина USSEO. То есть, придется покупать вам премиум USSEO. Но здесь другой вариант. Мы, конечно, можем подключить эту антификацию. Пускай здесь отображается статистика по страницам с ошибками, чтобы мы их знали. И мы сможем поставить какой-то бесплатный потом плагин по редиректам и сделать перенаправление за счет уже другого плагина. То есть, вот такая здесь ситуация. И у нас остается здесь вкладка премиум. По сути, для нас она ни о чем. Мы с вами практически полностью разобрали плагин USSEO. У нас осталось разобрать самое интересное. Это мета-бокс. Именно шпаргалка, подсказка, как с точки зрения SEO, именно с точки зрения SEO-оптимизации для Google, максимально идеально настроить наши записи. То есть, если мы будем полностью слушаться плагина USSEO и, так сказать, вводить зеленую зону все рекомендации и исправить все ошибки, которые будут подсказывать USSEO, то наши записи максимально эффективно будут попадать в топ Google. Ну и, скорее всего, Яндекса тоже. На этом данное видео подошло к концу. И я вас жду в следующем видео. Пока-пока. Итак, как получить премиум-тему для WordPress? Премиум-темы могут получить только активные подписчики моего сайта. Это бесплатно. И это займет всего несколько минут. Для того, чтобы получить премиум-тему, вам необходимо пройти на мой сайт fedorovasilev.ru, адрес, который вы сможете найти в описании под этим видео. Если вы не зарегистрированы на сайт, вы проходите в меню «Вход регистрация» вот здесь. Если вы не зарегистрированы, то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка «Еще нет учетной записи. Вопрос». Кликаем по ней. Вам нужно пройти несложную регистрацию. Давайте запишем имя. Пишите, пожалуйста, реальные данные. Я записал имя и логин. Пишем пароль. Подтвердить пароль. Далее. Необходимо выбрать вот здесь ваши интересы. Ну, если вам интересен только WordPress и вы хотите получить премиум-тему прямо сейчас, тогда вы ставите напротив слова «Вордпресс» галочку. Обратите внимание, что по умолчанию галочка также стоит на Adobe Muse. Если вам эта тема не интересна, галочку снимаем. Ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email. Убедитесь в том, что у вас есть доступ к вашей почте, чтобы вы смогли получить подарок, так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик. Я прописываю почту. Подтвердите почту. Прописывайте то же самое. И поставьте вот здесь вот птичку. Капча. Защитный код. Нужно дождаться вот такой вот галочки. Дальше мы нажимаем «Регистрация». Почти все готово. После обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение. Учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты. Была отправлена ссылка для ее активации. То есть сначала нам нужно подтвердить, что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты. Проходим на почту. Моментально приходит письмо с ссылкой для активации вашей учетной записи. Заходим в письмо. Видим вот такое вот приветственное письмо. Здесь также указан ваш логин и пароль. Ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами. Но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку. Кликаем на нее один раз. Вас перебрасывают на мою страницу fedorvasilev.ru уже вот с таким сообщением. Сообщение. Премиум тема WP значит WordPress в подарок. Успешно отправлено по адресу. То есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком. Проходим обратно в электронную почту. Заходим во входящие и видим вот такое вот письмо. Внимание. Если это письмо не пришло сразу, подождите 10 минут. Если письма не придет, проверьте папку спам. Если и там его не будет, только тогда напишите мне на почту. Почта также указана под каждым роликом моим в YouTube. Или почта указана на сайте на моем fedorvasilev.ru. Пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо. Кликаем по письму премиум тема WP в подарок и вуаля. Вот ссылка на закачку темы. Кликайте на нее и скачивайте тему себе. Я вас поздравляю. Теперь информация для тех, кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку в WordPress и получить премиум тему. Что делать вам? Вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация. Если вы уже зарегистрированы, вводите свой логин и пароль, нажимаете войти. Прокручивайте страницу в самый низ. Здесь внизу находите ссылку управление подписками. Кликайте по ней. Прокрутим чуть ниже. Здесь мы также можем подписаться на любую рассылку, которая нас интересует. В данном случае это WordPress. Вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения. С этих пор вы будете получать информацию дополнительную, возможно, о выходе каких-то видеокурсах на тему именно WordPress по данной рассылке. И также вам должно прийти в автоматическом режиме, после нажатия на кнопку сохранить изменения, письмо с данной темой. Опять же, подождите 10 минут. Если письмо не пришло, проверьте папку спам. Если там нет, тогда пишем на мою почту. Почта также указана вот здесь в подвале. Я в ручном режиме отправлю вам письмо. На этом обучение закончено. До новых встреч, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены – мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова